включил хорошо окей всем добрый вечер азея в рубинске продолжаем наши 13 принципов и рамба мы по-прежнему в атрибутах всевышнего и сейчас мы наконец-то до самого цимеса до самого как сказать сердца рамбомистской концепции а именно отрицательные атрибуты сейчас мы увидим да то есть рамбом нам долго объяснял почему положительные атрибуты для бога не подходят сейчас мы видим коротко это конспектирует буквально там в одном абзаце то что было много глав так мы в первом разделе первая книга путь водитель растерянных глава 58 рассуждение более глубокое чем предыдущая предыдущая это 57 глава более глубокая куда же глубже сейчас увидим и так знай что описание бога великого и могучего почему-то по-русски писались маленькие буквы потому что вообще-то по-английски по-немецки все эти термины пишутся с большой буквы по-немецки как вы знаете началось с того что слово бог стали писать большую букву а потом это распространили на все существительные сегодня есть аналогичный феномен этих вот черные жизни стоят там сейчас решили это же решение людей решили слова черный писать большую букву все все к этому идет что все слова будем писать большую букву на все к этому продвигается и так значит описание бога великого и могучего путем отрицальных высказываний правильное описание о и так отрицательные высказывания они же отрицательные атрибуты это правильное описание всевышнего в отличие от неправильных от позитивных сейчас увидим и так это правильное описание с которым с правильным описанием и соображена никакая приблизительность о первая мысль которая нам дает рамбом что позитивные атрибуты они приблизительно то есть буква бога то есть не точно то есть и скажем так в отрицательных атрибутах которых и в целом и в частности нет ничего что было бы не достойным бога тогда как в описании путем утвердительных высказаний предыдущей главы начиная с 54 по 57 как мы объяснили есть нечто от утверждения общности бога и сотворена и передаванием несовершенства и так основные минусы парамбаму в позитивном описание бога мы говорили общность утверждение общности да мы говорим да как рамбом писал да что глупцы думать что бог как человек только побольше по совершения как человек это есть общность момент когда мы говорим как мы создаем общую группу общий класс программирование математики грамматики где угодно то есть поэтому позитивных атрибутах описания всевышнего есть утверждение общности да мы говорим что человек красив бог еще красивее и так далее так далее так далее человек совершенный бог еще совершенство на то есть у нас есть не несводимая да значит бог и сотворенная одной группе живут дает это утверждение общности с которым рамбом борется и поэтому опять таки он большую часть первой книги путеводителя первой главы он разбирает слова слова которые стоят в торе на иврите и объясняет что их понятия метаферические мы тоже проходили они буквальны потому что кроме того что понятно у бога нет рук и ног это само собой даже когда писание упоминает эти термины но имеет виду что-то другое вторая проблема которая есть в позитивных атрибутах бога это что работа написал в концертного предложения именно передавания ему несовершенство сейчас покажу возьмем любое позитивное утверждение о боге бог всемогущий позитивное позитивно может все здесь несовершенство очень просто знаете ли вы знаменитые философские вопросы типа а может ли бог сотворить камень который не может он поднять ну да так как в известные такие софизмы внутренние логические противоречия можно ли создать квадратный круг и тому подобное то есть момент когда мы описываем бога позитивно например всемогущий правда всемогущая давайте проверим вы же люди мы любим тикать пальцы в розетку да даже во взрослом возрасте фигурально говоря да поэтому даже сказал что бог всемогущий одновременно мы тут же привлекаем и притягиваем к себе всякие такие вопросы такого типа да и это и есть несовершенство поэтому все знающий правда все знающий а он съемом узнал что происходит а бог знал ходил себе в катастрофу а знал ли бог где он был и так далее любой эпитет который мы возьмем в богу опять-таки у нас тут же будут возникать к нему вопросы это нормально это логично потому что опять таки мы как люди любим все проверять да мы не верим на веру то есть нам нужно доказать поэтому мы говорим рамба постоянно упоминает термин логики логического доказательства сейчас будет в этой главе тоже поэтому опять-таки суммируя все что рамбом говорил нам про позитивные атрибуты есть две проблемы центральные это утверждение общности общего между богом и сотворенным и также предание передавания богу несовершенств и подобает чтобы вначале я объяснил тебе читатель да таким образом отрицания могут некрасно считаться атрибутами да то здесь рамбом сам спрашивает вопрос про себя каким образом атрибут может быть отрицательный атрибут будет атрибутом да то есть отрицание это по определению чего нет да то есть как это негативная вещь отрицательный атрибут вообще может быть как атрибут как таковой после этого я объясню тебе почему у нас у людей нет никакого другого пути для описания его кроме как отрицательных высказаний а не отрицательный атрибут с этой целью я скажу тебе следующее атрибут не есть непременно то что специфицирует описываем предмет таким образом чтобы тот не раздел этот атрибут каким другим предметом окей здесь рамбом сейчас еще одно предложение объясню напротив наоборот атрибут может быть допустимым атрибутом описывая предмета несмотря на то что это разделяет его с другим предметом и значит невозможно состоять спецификацию посредством ну окей значит атрибут это некое у нас описание да например мы сегодня покупаем какую-нибудь вещь техническую там всегда будет мануалка какая-то инструкция к использованию как использовать холодильник как использовать любую техническую вещь да то есть там будет вот атрибуты нашей покупки сами разным параметром сколько электричества как можно как нельзя и так далее и так далее это все вот вся вот мануалка это будет атрибут да точно также у человека есть атрибуты они бывают самые разные да то есть сущности атрибуты это характеристики или описание если хоть атрибуты так более сконцентрировано коротко рамбом горит нам следующее что атрибут он не обязательно однозначно отделяет то что мы изучаем от чего-то другого ведь мы сказали позитивные атрибуты к богу не просто не отделяют бога от всего до сущего наоборот соединяют сотворенное с творцом и в этом проблема поэтому атрибут это не что-то что четко как нож разделяет на правое налево это немножко специфицирует немножко дает понятия про что мы говорим но не полностью не стопроцентно и не так однозначно отделяет данный предмет от любых других например рама приводит пример ты увидел издалека человека издалека не в очках не бинокль просто издалека и спросил что это виднеется там далеко на горизонте тебе ответили живое существо а это некая спецификация это вниз без сомнения будет атрибутом наблюдаемого то есть это характеристика описание того что мы видим что-то но видим очень пример несмотря на то что он этот атрибут не отграничивает от всего иного а теперь живое существо может быть кто угодно может быть живота может быть человек да то есть не ограничивает полностью до рамба пишу что видим человека а тем не менее достигается некоторая спецификация то есть мы сразу отсекаем он мы сказали живое существо и опять-таки на красе к классификацию регалира бедали да зачем где он говорит что все живое это молчащие камни растительные деревья живое живое животное и говорящий человек у него еще версия что из пятой ступени еврей несколько философей это отвергать окей значит поэтому сказав живое существо мы автоматически поднимаемся на третью четвертую ступень еще не уточнили какую пора бью далее и автоматически аннулировали отвергли первые две ступень то есть что это не камень и и что это не растение снимал чаще природа и не растительная природа а животная природа с другой стороны мы не уточнили что именно это заживая природа человек ли это как очередь мужчины женщины тогда это что рамба пишет поэтому значит это некая спецификация а именно тебе сообщать точность наблюдаемо чек далеко горизонта не есть тело преднадлежащие одному из видов растений минералов растения это группа 2 минералы камни группа 1 то же самое если к примеру в доме находится человек да там угадай когда что в черной коробке что в черном доме человек а тебе было известно только что местная есть некое материальное тело материальное тело в сущности материальное тело протеки могут что угодно все четыре группы здесь рамба умеет в виду не там какие-то духовные субстанции там не знаю что не замок привидений там что-то с нашего материального и так в доме есть некая день человек нам известно что там находится конкретно человек а есть только материальное тело мы про это знаем но неизвестно было что она собой представляет это материальное тело и ты спросил что в этом доме попытка специфицировать ответ тебе было сказано в нем нет ни минерала ни растительного тела это странный ответ отрицательный отрицательный атрибут да вот значит угадай это не молчащие и не растительное да не минерал не растительное тело соответственно это или животное или человек тем самым некая спецификация для тебя для внешнего уже была достигнута то есть некая спецификация отсечения заведомо неправильного вместе с тем это не точная спецификация не точно сказано что там человек и ты узнал что там находится живое существо пусть даже тебе еще и неизвестно каким именно живое существо он является является животным или человеком и внутри каждой подгруппы если животное каким животным домашним и домашним кошка собака если человек какой человек и так далее в этом отношении негативные атрибуты отрицательные равносильный позитивно каком смысле равносильные поскольку они непременно осуществлять некую спецификацию снега спецификация как видим она отрицает с одной стороны заведомо неправильный ответ и в то же время она дает примерный правильный ответ но не точно и поэтому с этой точки зрения между позитивными атрибутами бога бог всемогущий и отрицательными атрибутами нет перед ними чего чтобы не мог сделать это по этому критерию то же самое хотя и это спецификации состоит только из исключения отрицаемость числа того что можно было бы подумать без отчета отрицать другом отношении однако негативные атрибуты отрицают отличаются от позитивных в каком позитивные атрибуты даже если не осуществляют окончательные спецификации полностью точно называют предмет позитивные указать именно какую-то часть полноты предмета то есть они называют часть правды позитивные атрибуты и этой плюсы их и минус одновременно то есть плюс что называют часть правды а минус что это не вся правда соответственно вся правда искажается и на основании этого мы говорили уже упоминали например в торе есть запрет там рисовать бога скульптуры так далее потому что опять таки это будет позитивный атрибут каким-то образом бога отобразить он будет немножко правдив а по большей части не правдив и тем самым и сказали это божественность и действительно мы видим в религиях которых есть рисунки и скульптуры то действительно люди более менее так и воображают себя всевышним то плюс-минус то есть мы видим что от условностей с которыми мы готовы жить рамбом готовил даизм мы видим что у большинства говорится простых людей большинства среднего человека с которым рамбом тут очень часто резкими словами стереотипных людей называют да значит у них вот минимум божественность оказался и максимумом соответствии с скульптурами там буддизме или там разными иконами христианстве да поэтому и исходя из этого опять-таки тора зная подобный феномен что человек не ограничиться минимумом для него он же останется и максимумом минимум максимум да поэтому тора просто изначально зная природа человеческого развития общественного тора запретила вот подобные феномены чтобы не сказать хорошо и так после этого предисловие все это было предисловие это было скобка я скажу тебе следующее уже было доказано что опять-таки доказано это предыдущий глава да вот после того как рамбом закончил разбирать слова слова торы значит он вот перешел вот примерно с 50 54 он перешел вот к рассмотрению позитивных атрибутов и разных концепций там будто колеем ашаритов и так далее и так мы доказали что бог могучий и великий необходимо сущий да то есть мы помним мы работаем до главы это писал первая глава значит что что имеется ввиду что для бог необходим для нашего мира для существования поддержания нашего мира и физически духовно и порядка а не хаоса и а мы докажем дальше что в нем в боге нет сложности и это то что опять-таки рамбом нам уже несколько раз говорил что бог одновременно един непонятным нам неописуемым словами и сам с одной стороны а с другой стороны он не композитивный составной в нем есть вот некая простота секунда значит я хочу это так вернуться к этой мысли что для нашего мира бог необходим есть известное такое выражение насчет которая звучит так что если бы бога не было его нужно было бы выдумать такой вот афоризм да значит его приписывают вольтеру или дидро ну в общем французским так сказать революционером значит это логично что рассказал вольтер как бы это укладывается в его картине мира из того что мы знаем то есть что имелось ввиду да что на самом деле бога нет это было вольтеру как бы типа понятно но люди значит так как люди совершенные слабые значит они выдумали себе некого бога и тогда им стал легче сразу старостас лучше жить да там фройда не было психоаналитика не было психолога психиатра там таблеток не было а вот некий концепт блога и жизнь удалось все стало сразу хорошо да то есть эта концепция да что бог вера в него нужно для слабых сильным это все не нужно него сильные все сами имеются могут на такой вот очень стереотипно вольтеровский взгляд на вещи так вот да то есть как бы эмористическим образом постфактум здесь значит вольтер обыгрывает идею что идея бога она не совсем уж плоха каком плане для слабых людей это будет это хорошо это помогает значит то есть такой вот такая некая апологетика для бога для слабых сильным но рамбом говорит что-то похоже на ровно наоборот во первых опять таки мы говорили что рамбом говорит я могу тебе доказать самые разные картины мира успешно и важно сотворенный мир ибо или был он вечен и вписать и туда и туда бога творца это с одной стороны с другой стороны опять таки рамбом говорит что в мире большинство вещей можно доказать и он опять таки говорит что я в дальнейшем докажу тебе что бог есть что он существует с начала 2 2 книги путеводителя второго опять таки для современных человек это странно не совсем понятные доказательства но опять таки мы видим что рамбом вот послужим по своей методике момент когда что-то объяснил свечи глоби что как я тебе доказал ранее да поэтому он продвигается от ступени к ступеням пока что ступень которую он нам уже писал 50 главах первой книги путеводителя до что бог необходим для нашего мира иначе мир исчезнет рухнет собственно подобное утверждение что он будет в мидрошах но рамбом как рамбом их доказать опять-таки дальше он пишет и мы докажем что в нем нет сложности в боге и мы постигаем только его бытие а не его чтойность объясню чтойность это существование мы постигаем божье бытие они его сущность что такое бытие божье это его дела его поступки это то что говорят наши мудрецы да что мы изучаем тору чтобы знать как себя вести мы копируем бога что он милосерден так и ты будь милосерден что он все прощаешь таки ты прощай так далее так например бог там навещает авраама значит после обрезали значит нужно вещать больных на что начать больных опять-таки рамбом горит мы не можем понять его сущность это нам не дано но мы можем постигать его бытие его его дела потому что написано в той написано там внешне автолуне как бы факты сами факты того что сделал бог мы знаем мы можем их изучать мы всегда понимаем почему эти факты произошли как они произошли это уже вопрос сущности бога на первопричин но поэтому опять-таки мы все люди не только и все кто задумывается над божественностью мы постигаем точнее сказать можем постичь должны обязаны по идуизму мы должны постигать его дела и поэтому немыслимо чтобы у него у бога был позитивный атрибут не мыслим то есть опять таки наши позитивные атрибуты все как мы говорили про метафоры это некая уступка человеческой психики уступка пищевским стереотипом человеческой привычки что-то вот описывать хорошего чека хорошими словами позитивными словами да поэтому мы убеждены все что бог это что то бог это хорошо поэтому есть проблема когда выходит зло плохие вещи всевышним как мы это объясняем да мы это говорили а мы это это обсуждал на немецком языке вчера на немецком уроке да то есть это таки вот книга йова это классический пример такого вот размышления как будем плохой объяснить как хорошим и знаем и поэтому там у друзей йова есть разные значит ответы на эту тему который в сущности все ответы 6 к одному ты его виноват ты получил плохое она от бога но она по твоим ты заслужил могилых ты получил по заслугам поэтому у нас есть людей в целом человечество проблема как объяснять и вещи которые приходят как объяснять смерть как объяснять страдания как объяснять несправедливость опять-таки все мировые религии этим заняты да поэтому тут есть разные подходы к делу например христианство пошло по следующему пути есть некий антибог некий антихрист который там типа вице-вице-председателя здесь представитель да значит который всегда сидел значит а вот есть некий антихрист от него все плохое от бога только хорошее видите как все просто почему потому что опять таки наша мысль ей тяжело что от бога выходит и плохое хотя опять таки и пророки иеремия и йов напрямую говорят да значит от бога выходит хорошая плохое не от него риторические вопросы поэтому жена говорит там йогу в конце второй главы когда значит у него полностью все плохо она говорит прокляни бога и умри да это совет сатаны проклясть бога это чего он хотел увидеть а он не говорит как негодно это говоришь хорошим от бога воспринимает от бога плохое в этом собственного претензия он не сомневается что плохое пришло от бога и вопрос его ниоткуда пришло вопрос почему вокруг этого вся книга построена значит поэтому опять таки другие религии восточные по-другому объясняют причину зла например зло это не зло зло это не что да и так далее тогда там например ну хорошо сейчас плохо зло но будет взять другая жизнь всякие инкарнации подрузок это очень опасные вещи потому что момент когда ты абсолютизирует эти вот понятия очень капиталистически очень сложно и то что дружка или не делает получается что можно от любое зло в этом мире либо будет следующая жизнь никаких проблем да и поэтому бывали очень тяжелые вещи связи с дружкой люди с друзами там когда однако первые брянской войне из много друзов создать карме они вошли там в русские же села и убили там многих людей своих родственников довольно близких на вопрос как же так и поэтому в израиле когда есть криминальная присоединяются полиции вот эти вот так называемые убийства из-за чести семьи в кавычках то что ли зима честь семьи то это убийство как правило в дружки семьях не в арабских потому что то есть отец там и брат идут и работ на собственную там дочь и сестру будет следующая жизнь это очень очень опасные и проблематичные вещи да поэтому опять таки они не дают нам даже если мы знаем про всякие реинкарнации следующий мир следующей жизни это не дает никакого права нам делать какое-либо зло значит поэтому опять таки подход наших мудрецов это вот что мы изучаем дела всевышнего поэтому собственно всякие такие вот истории истории танахи вплоть до всяких там диалогов как авраам там торгуются с богом из-за дома там десятчик 40 20 10 и так далее да то есть и бог с ним охотно торгуется играет в эту игру и тора даже охотно это сообщать не больше не меньше это вот приводится пример таки постижение действий всевышнего что всевышний не прочь поговорить чекам и даже с ним поспорить хотя всевышний знал что вздоме будет сегодня праведный плод тем не менее абсолютно честно бог спорил с авраамом авраам снижал панку он с ним соглашался до определенного уровня да то есть отсюда опять таки вот наш пинхасполонский учить про необходимость и обязанность вести диалог с богом да а мудрецы наши мудрецы талмуда они вот кодифицируют дела бога переводя их в аллаху на обязательное поведение человека хорошо и так вращаясь к рамбаму ведь у бога нет бытия вне его сущности это очень сложная фраза что имеется ввиду что из сущности бога вытекают его дела поэтому опять такими сказали мы не можем пойти на сущность но мы да по факту постфакту знаем таки проявления в материальном мире вот дел всевышнего а все что касается духовных и роков окей это нам уже сообщает вот тора святые книги там раввины и так далее роки поэтому чтобы атрибут мог указывать на что-либо из этого и тем более его сущность бога не является сложным не является сложным да то есть то же самое рамб говорит что его сущность простая но все равно нам непостижимая так чтобы атрибут мог указывать на ее части на части сущностями ведь мы говорили рамбам нам сообщили что бог един и нет единства подобного мы тоже прошли этот сбок не состоит из отделов как состоит сложная любая логистическая организация удар не состоит из органов человек существо сложно состоит из разных органов то есть мы можем теоретически практически выделять разные органы в человеке бога этого нет и уж тем более нет у него акцидента характеристики так чтобы этот атрибут указывал также и на на последнюю насущность в общем упрощая все что ждали трампом мы акцентируемся на его делах а вот сущность его всевышнего мы описываем отрицательными отрибуты то есть отрицательные атрибуты относятся к его сущность и так позитивный атрибут него невозможен никаким образом для бога то есть позитивный атрибут опять-таки мы говорим это не полная ты скажет истину наоборот атрибуты отрицания является тем самым средством которое подобает использовать о отрицательные атрибуты про сущность бога вот их их нужно таки брать чтобы направить ум человеческий к надлежащим верованиям они здесь мы видим опять-таки что есть ненадлежащие верования о нем это вот опять-таки различные искажения и подобные вещи ибо они отрицательные атрибуты они не придают ему никакой множественности устремляя человеческий ум к тем границам для которых может достиг человек в постижении вода произнесется окей здесь опять-таки рамбом довольно просто говорит что даже постигая отрицательные атрибуты относительно сущности есть определенной границы да то есть наш разум наша даже фантазия и абстрактность ограничен то есть там масса абстрактных вещей которых нет аналогов в нашем мире например нам было доказано необходимость существования того что отличается от наличных сущностей которые мы воспринимаем чувством и постижение которых доступно для интеллекта наличные сущности местом длинная дискуссия что рамба мил ввиду на арабском ну в общем это как не просто что есть например человеке своем человека а также как у как человек воспринимается другими например как животные видят человека мы не совсем знаем как растения видят человека муж совсем не знаю напоминает мне известные исследования значит как там какие-то значит американские там полисмены там стали детекта лжившиеся этой годы прикреплять там к своим растениям кактусом в офисе выяснилось что растения реагируют на людей кто кого-то боялись кого-то любили да то есть они забросили полицию ушли следовать из дела потом получили бельскую премию за это в общем да то есть опять таки мы иногда видим как животные на нас реагируют но по-настоящему как что они про нас думают и знают мы не знаем что праздновать дельфины что праздновать наши домашние питомцы кошки и собаки что праздновать аквариумные рыбки что праздновать пауки думают ли они хороший вопрос значит поэтому таки человек это не только то что он сам то как он воспринимается поэтому вот эти вот на личные сущности опять таки это не только по факту но и по эмоциям да как мы воспринимаем иногда естественно эмоционально мы можем что-то неправильно воспринять то что называется не сердцем там эмоции и мы говорим что это нечто существуют эти поличные сущности подражая под этим невозможность его несуществования то есть момент когда вот эти вот на личные сущности они не просто существуют а есть разные описания там холодная эмоционально горячая да то есть понятно нам что это эта вещь существует им противоречия между описаниями не говорит о том что это вещи нет в этом кстати классическое разногласия между иудаизмом кто как таковым и библейской критики близкая критика и за название вытекает критика библии да то есть это вот она говорит что там все что написано это люди придумали полная чепуха пьяные люди писали не знали что писали предыдущие страницы один из одна из методологий несколько критики следующие момент когда есть разные описания одного и того же ну например там есть описание сколько царя соломона там было лошадей войск в книге царей в крониках будет другая цифра если есть разногласия значит или это кто-то выдумал одно из описаний или там или там или в царях или в хрониках или оба описания они верны или вообще там самой царя соломона небо если такие подходы поэтому только когда описание абсолютно одинаково абсолютно диетичные скажем так не вызывает проявления собой тогда и близкая критика согласна это люди или явления или истории имели место абсолютно другому даже сказать наоборот нас не смущает разное описание одного и того же наоборот гимн что-то в каком-то плане нормально что кто-то видел царя соломона столько тоже он а другой пророк видел другое число потому что те кого тот считал женами это были жены ложницы так далее когда взгляд их обоих нам каждый ценен то есть мы что-то новое учим из обоих взглядов даже из противоречия взгляда вот и поэтому как раз и тора и тонах и наши мудрецы и комментаторы мы любим все эти разногласия не потому что не доказывают что всего этого не было и все это неправда нет что можем гораздо больше постичь если будет два одинаковых описания или два разных измотаз значит предпочит два разных описания событий он придумает систему как их примирить и ты прав и ты прав что нет между ними никакого противоречия и наоборот мы обогатим свою картину мира свою картину познаниями разными описаниями а то что рамбом говорит опять-таки что разные описания все нормально что разные люди видят все по-разному да где один и тот же предмет идет по-разному оценивают по-разному неважно любят или пророки есть известная маяс и известная история которая часто рассказываем вам рассказывал но приведу еще раз в этом контексте значит опять таки это обычно приводят от имени хатам софера значит который не верил что человеку можно что-то доказать до штучек сам должен себе доказать поэтому сходил 100 доказательства не работают внешне нужны внутренние доказательства это приводится значит его даршот хатам софер этой истории значит рассказ про двух евреев значит как который шли там и синагоги увидели там кто-то сидит на заборе ну понятно животных один скал кошка один сказал птица поспорим договорились кинут камень в забор полетит птица побежит и замеркует кошка кинули камень в забор полетела админском коммунте видишь это птица сказал его друг если бы сам своими глазами не видел бы летающую кошку никогда не поверил то есть кроме того что он его никак не убедил этим действием из рассказа вытекает что люди видят разные вещи потому что физически они видят одну и ту же реальность два друга близких ходят ходят себя долго вместе возвращаются потом есть они как и все люди видят абсолютно разные вещи видя одно и то же поэтому тем более это касается духовных понятий фильмов книг и уж несомненно это касается святых текстов торы она хотела и так далее поэтому опять-таки рамбом знает этот феномен вещь это нормально когда кто-то видит под описанием кита холодные факты кто-то воспринимать эмоционально это абсолютно нормально то есть разное видение любой картины мира это нормально затем мы постигли что существование этого сущего человека в данном месте не такого как существование небес который является обвешевленным телом и мы сказали что он бог не телесен это здесь рамбом сущности пересказывают фразу про кайса и который мы читаем во вторе на посты да значит что мое существование далеко от вашего как земля от небес поэтому несомненно существуют вот эти вот наличные сущности люди например несомненно бог существует но это абсолютно разное существование здесь нет общего класса как рабом дарил про позитивные атрибуты затем мы постигли все что существование сущего не таково как существование интеллекта на то есть интеллект который и бестелесен и бессмертен это вот рамбом уже намекает как он понимает всевышний вас известный вопрос какой бог по рамбам вот а такой вот супер интеллектуал вот она говорит что бог это некий интеллект который бестелесный и бессмертный опять и ключей коробный оборот телесен и смертен но однако сказали мы что он превознесенный предвечен подразумевать причины обусловившего существование то есть это вот рамбом будет говорить в следующем принципе веры что я верю полной верой что бог он первый и он последний опять-то это тоже сконцентрированная цитата из пророка исаи но здесь рамбом таким игре это очень часто тихо или громко спорит с разными взглядами с разными религиями у кого у нас из оппонентов рамбом и были взгляды что боги порождали друг друга конечно же древние греки сюда поэтому у них вся греческая мифология там все их бога боги или вполне человеческой будь то образ жизни там женились разводились ревновали убегали все как у людей в лучших домах но там опять-таки боги порождали одного другого и этот вот концепт если мы его сократили греческий концепт божественность кроме того что их там много это политизм тем не менее есть про это пишет дан вот то что мы тогда читали про книгу шуркома все что в греческом взгляде на богов на пантеон богов есть некий демиург демиург это вот первопричинный бог если можешь так сказать такой сценарист который там написал сценарий и как-то там остальные бога боги не знаю как правильно сказать они там более-менее пляшут под его дудку даже он уже там отстранился ушел на пенсию вот поэтому-то иудаизм рамбом много спорит много столетий тысячелетий после греческой цивилизации с этими взглядами что есть некий первопричинный бог который породил других это первое и второе что бог вышел на пенсию второе да то это таки оба этих положения греческая греческая философия вам конечно же это отрицает затем мы постигли что существование значит всего всего существа смысле бога которая тождественна его сущности достаточно не только для того чтобы он сам был сущим ибо из него излил выходит изливается множество существований однако не так как тепло простекает от огня или свет с необходимостью порождается солнце но таким влиянием излиянием арабское слово стоит которая как мы объясним дальше постоянно поддерживает пребывание в упорядоченной сущности посредством мудрого управления здесь опять-таки рамбом описывает стеба степ шаг за шагом он вот описывает наши человеческие вот шашки понимание вот этой сущности да он тем не менее да отвечает этот вопрос как какой он бог рамбом он говорит что опять-таки он есть некий не небеса которые одушевлены да я говорил и опоминал что во втором разделе путеводителя рамбом пишет напрямую этот взгляд нам он очень странен и непонятен что небесные тела обладают душой и что напрямую даже несколько раз имеется ввиду плане имея ввиду планеты и звезды опять-таки это может быть отвечает на вопрос есть медрэши там пришла луна жаловаться перед всевышним или сотворил солнцем одновременно одинаковыми не могут быть два царя под одну крышу искал бы прекрасно вот я тебя уменьшу этот взгляд рамбом объясняет этот медраж не объясняет отсюда наше сегодняшнее познание на небесное тело но в любом случае опять-таки то что нам хочется сказать что для рамбом а божественность это некая бестелесная душа которая опять-таки некий существ некий существующий интеллект и опять-таки параллели мы говорили и читали да хочет что рамбом видит большую добродетель в активном интеллекте у человека активный интеллект это не только знание но и применение это опять-таки фразу аристотель активный интеллект да опять-таки что бог бестелесен бессмертен это опять-таки потом изложить в отдельные принципы в 13 принципах и что у всевышнего нет причины обусловившего существования да то есть он он первопричина всему они кто-то или что-то некая причина ему опять-таки из этого принципа что нет первопричины обусловившего существования опять-таки другие мыслители выводят что всевышний вечен да что он не появился в какой-то момент времени так как время это тоже ограничение что вечер не времени пространство это говорит и опять-таки из него всесущего выходят изливаются как здесь перевели по-русски таки тоже не карабское слово другу обсуждают выходит множество в существовании но не так как тепло от огня или свет от солнца света звезды то есть тепло от огня свет от звезды это прямое причина следствия здесь рамбан таки говорит что связь всевышнего сотворенным она не всегда прямая прямо линейная и поэтому мы саму эту связь не всегда понимать тем не менее он объяснить что между под этой связи тем не менее опять-таки вот то что исходит от всевышнего но постоянно поддерживает пребывание при альтарчина сущность посредством удовольствия в общем наш мир в порядке а не хаосе это то что важно да вчера там вируссалима была демонстрация ночью министр сказал это говорит хаос келс по-английски да это опять-таки полная антитеза порядку это хаос опять-таки хаос это греческое слово да то есть вот здесь опять-таки вот все что проистекает вытекает входит из всевышнего этого первых происходит посредством мудрого управления очень важное замечание во вторых она поддерживает наш мир мир вот этих вот существующих существ упорядоченности связи с этим обстоятельством связи с мудрого управления на этом и закончили мы говорим о нем что он могущий знающий обладающей воли опять-таки это положительные атрибуты из десятых главных смысл этих атрибутов сводится к тому что он не бессилен не несведущий незабывчив и не безразличен обратите внимание как рамбом их переводит из позитивных атрибутов в отрицательные атрибуты до смысл того что он могущий что он не бессилен у него есть сила какая что он знающие все знающие все видящие да мне не следующий он знает все но парамбом лучше не сказать знающие все знающие лучше сказать не не следующий он не не знает значит что он не забыв чем обладающие воли до что не ушел на пенсию что он руководит миром что он не забывчив не забыл не забыл про этот мир, не забыл про сотворенных, и что он небезразличен. О, это вот то, что Вольтер говорил. Богу все равно, он ушел на пенсию там, газетку читать. Он небезразличен. Смысл нашего словосочетания небессилен, это вот как первый антоним, первое отрицание позитивного атрибута. Могучий, небессилен. Смысл нашего высказания небессилен состоит в том, что его существование достаточно для того, чтобы делать сущими другими вещи, другие вещи, которые не есть суть Он. То есть смысл того, что Бог могущий или небессилен, что может сотворять что-то другое, но не себя. То есть, вот в это вот могущество или его антоним небессилен, и этого достаточно, могущество или небессилие, и наличие сил, как мы сказали, позитивно сотворять другие вещи, которые не Он. Смысл нашего высказывания не несведущий, это антоним знающий, или все знающие, наоборот. В том, что он постигающий, то есть, что он постигает все, он все понимает. Мы увидим, у Рамбама будет один из принципов веры, что Бог знает все, включая мысли людей. Бог и Рамбам, sorry, Рамбам приводит там цитату, которая сегодня относительно редко, «Шенемаре, амихин, яхад либам, амивин, илькор маасеем». Там, значит, Рамбам цитирует тоже пророка Исаию, значит, «подготавливающий их сердце, понимающий все их дела». Я цитую, понимающий все мотивы их всех дел, знающий первопричину, в чем причина всех дел человеческих. Это цитата, как это выводит Рамбам. Мы сегодня относительно редко используем из других цитатов более широко цитируемые сегодня, но опять-таки вот этот вот «знающий или постигающий», значит, «он, значит, живой, ибо всякий постигающий жив». По Рамбаму смысл того, что Бог все знающий или не несведущий, в том, что Он жив. Вот так. То есть, жизнь – это их постижение. это так и мы говорили, что Рамбам Мишкин научиться всю жизнь, постигать доверенность. Поэтому вот знающий, не несведущий – это вот смысл того, иначе, что Бог жив. Он не мертв, и он не вышел на пенсию. Смысл нашего высказывания незабывчив и небезразличен. Это антонимы от обладающего воли, да? Незабывчив ничего не забывает или, если хотите, противоположное знающий, небезразличен. Вот, обладающий волей – это небезразличен. В том, что эти всесущие подчиняются определенному порядку и управлению. Мы сказали, мир упорядочен. Мы пытаемся понять, это упорядочен, с чем законы. и пребывает мир. Не в забвении и не во власть и случайности. Власть случайности – это, опять-таки, вот, скажем, Аристотель. Это то, что мы читали Аристотель во второй главе, да, значит, что он вот считал, что мир вечен, и все руководится случайностью. мы помним, что Рамбом отрицал подобный взгляд, говорил, да, вот по грекам, неважно, там, погиб Буровей или погибла группа хасидов, праведников, это все так же одинаково и так же случайно. Рамбом с этим не согласен. Да? Но так, как пребывает тот, что целенаправленно, согласно своей воле управляет тот, кто волей обладает. О! Кто нас обладает волей? Да, обладающей волей. Он, всесущий, обладающий волей, который не безразличен, который не забывает. А невзабвение, это, опять-таки, вот это взгляды Вольтера или там про-атеизма, да, что доктор мир затворил, но потом осталось все равно, он увлекся, там, чтением Дезерт и другие делали, ушел в отставку, почил в Бозе. Это вот понимание Вольтера данного выражения, чтобы Бог не умер, а просто вышел на пенсию, у него все хорошо, забыл про этот мир. Далее, постигли мечты, нет ничего другого, подобного этому сущему, нет аналога. Всевышний, помните, мы разбирали взгляды Мутокамина, исламских рационалистов, которые вшли от против, допустим, Бога 2, и потом доказывали, что это неправильно, значит, Бог 1. Кто сказал, может, их 3, или 2, полтора, да, и мы сказали, что он, Е1, смысл этого исключения множественности. Опять-таки, исключение множественности, множественности, это вот классический отрицательный атрибут, исключение множественности, потому что 1, мы то воспринимаем как цифру, как число, Рамбом в прошлом главе тоже с этим спорил, возражал. Остановимся здесь. Я предлагаю оставиться здесь, потому что немножко сложно, Рамбом предупредил, глубокая, более глубокая глава, чем предыдущие. Я предлагаю остановиться здесь. Если есть вопрос, это пожалуйста. Дамы и господа. Равзиев, у меня такой вопрос единственный, наверное. А вот вы сказали, мысли, да, знают людей, это понятно. А за что Небесный суд судит? Да, действительно, опять-таки, иудаизм, Галаха, вся наше традиционное утверждает, что человек судится за дела, не за мысли. Тем не менее, опять-таки, мы учили книгу Йова же не просто так. Я говорил, что Йов был наказан за некие мысли, а не за слова. Да, мы видели, что в конце первой главы Бог святил, что Йов не согрешил, не проклял Бога. Во второй, даже дальше, он там, сказывается их взгляды на Бога, то, что с ним произошло, на судьбу, на Ашгаха Прати, на проступленном миром. И у него, да, там есть, вы говорили, тараканы в голове, некие проблемы. Настолько, значит, что Мудрецы Таламудовича резко про Йова отрицательно отзываются. И поэтому мы видим, что Йов, да, был немного наказан за свои взгляды. Опять-таки, в момент, когда он их озвучил, скажем так, то есть, Бог-то знал, те взгляды, никто-то их озвучил. Вот. Опять-таки, кончилось хорошо, у него всего стало два раза больше, заново женился. В общем, опять-таки, действительно, человек судится за дела, тем не менее, нужно с мыслями тоже быть осторожными, поэтому есть очень мало заповедей, но они есть, которые предписывают, что думать или что не думать. Например, любить ближнего в сердце своем. Это заповедь. Определены вещи в сердце. Любить, да. Там, что не гнушаться геерами, не увидеть, когда-то, и так далее. Есть некоторые вещи, есть, некоторые заповеди, их мало, но они есть, которые тоже вот рассматривают область мысли и думания. Да, поэтому, опять-таки, это не значит, что думай все, что хочешь. Вот что подчеркивается. Нужно быть осторожными и в мыслях тоже, опять-таки, хасидизм, каббала, праведники, все царики всех времен народов, это подчеркивает не только евреи. очень хорошо. Поэтому я добавлю всякие взгляды, думай хорошо и будет хорошо. Мы говорили, что наши мысли порождают разные вещи. в мире, да? Вот на этом, это и основано, да? Трак, брут, там, думай хорошо, говорит, на иду, что пословице будет хорошо. Поэтому мысли, не просто мысли, они могут материально стать, англо, все что угодно. Да, Матан, пожалуйста. Я по поводу вот высказанной вами мысли про инкарнацию, да? И про такую фразу, что встречается в основном у друзей и так далее. Я как бы вот больше 20 лет в Израиле первый раз я слышу такую как бы информацию. Ни разу я не видел и слышал, что в дружеском секторе это распространено, а в арабском нет. Только в арабском я слышу, но это новость для меня. Есть, опять, еще раз, мы занимаемся изучением иудаизма, не в религии, но есть известная проблема, вот, когда берется кабала, искажается. В любом варианте всякая такая вот безоговорочная вера в реинкарнации душ и искажение кабалы и она ведет к большим проблемам. Посмотрите с разной лекции. Это понятно. Я с этим как бы не то, что не спорю. Они верят, у них некая тайная вера. Я говорю про другое. Чтобы совсем расслабить, друзы верят, что мужчина родит ребенка, а это будет Машех. Поэтому они ходят в таких вот штанах, шароварах таких, которые широкие там в верхней части ног. Вот, это что, когда ребенок родится, чтобы он там не упал головой. не упал. Да-да. Поэтому, опять-таки, у них... Поэтому в Тель-Авиве богемы ходят в таких штанах. Это очень... Да, собирают самый шеха там прямо на... понятное дело. На Шенкенре. Да-да-да. Это понятно, но я не про это как бы спросил. Я как бы слежу за статистикой и как бы это очевидно, что все убийства чести в арабском септоре. Хотя в исламе нет никакой идеи рекорнации. Окей. Мы можем на это поспорить, но, опять-таки, это некая мысль. Ни в коем разе вопрос не в споре. Я совершенно не в споре. Я говорю факты. Тут не о чем спорить. Почему как бы... Есть о чем спорить, но мы сейчас не будем это делать. Я читала, что когда у них рождается ребенок, через время они у них спрашивают, ну, вспомнит ли он что-то из той жизни. И у них общая могила. Ну, там как бы у них идет очень разделение между религиозными друзами и светскими. Светские ну, вообще ничего не знают. То есть, намного меньше, чем евреи и светские знают по своей религией. То есть, там как-то очень черно-бело там. Или ты религиозен, или нет. Если нет, то тебе даже твою религию собственно не сообщают. Ну, наверняка люди социально что-то знают, но реально очень мало знают. некая такая тайная религия. Есть тип такой тайных религий, это вот одна из них. так, ну что, с друзами выяснили? Ну, все. Ну, раздей его беречь, поэтому давайте спругляться. Да, правильно. Окей. Ну, я так думаю. Не знаю. Дов, ну хорошо, на этом мы расстанемся. До следующей недели. Удачной недели вам. Спасибо, спасибо. Все, всем всего наилучшего. Раб Зеев, отдыхай, дорогой, набирайся. Спасибо. Спасибо. Все хорошо, до свидания. Афгана была, Афгана была вообще в Иерусалиме. Да, 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 да. Хаос, хаос, греческий хаос приближается, как сказал министр. Да, я ругался сегодня вообще, говорят. А, хаос он, хаос это не гуд, хаос это не хорошо. Тоф, ну ладно, счастливо. Ладно, все, всем добрый вечер, до свидания. До свидания. До свидания, Руси. Руси.